Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава города Елена Лапушкина поручила реагировать на обращения самарцев по вопросам отопления, в том числе поступающих через социальные сети. Во всех ли многоэтажках Самары есть тепло и прогрелись ли батареи в социальных объектах, узнала Лариса Шалафаст. Отопительный сезон без сбоев – главная задача городских властей на сегодняшний день. Все котельные в Самаре работают, школы, больницы, детсады и прочие соцобъекты в тепле. Из-за порывов батареи прогрелись не во всех домах, но эту проблему оперативно решают. Дать тепло обещают в ближайшие сутки. В плане на 14 число стоит устранение 20 повреждений до 36 МКД и на 15 число стоит 6 повреждений до 27 МКД. Самаре продолжает работу горячей линии по вопросам подачи отопления. Глава города Елена Лапушкина поручила не оставлять без внимания и сообщения, которые поступают от людей через социальные сети. Как отрабатываем обращения жителей? В соцсетях, на горячей линии, по Твиттеру, так же как и по другим соцсетям, по ВКонтакте ведется работа полномерной. Некоторые есть повторяющиеся, когда повторно вылетают дома. Мы за этой работой следим. Телефоны горячей линии каждого района города по вопросам отопления можно найти на сайте городской администрации. Либо обращаться на единый номер 266-54-54. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Самара – футбольный город. В субботу, 12 октября, ветераны крыльев советов и ученики 134-й школы провели дружеский матч на Зеленом поле. Встреча состоялась на новой спортивной площадке поселка Шмидта при поддержке правительства области. Подробнее в репортаже Елены Нижегородцевой. Ученики 134-й школы обожают футбол. У них две команды – мальчиков и девочек. От 5-го до 10-го класса. Поэтому для такой школы, нацеленной на спортивные рекорды, хорошая футбольная площадка – необходимость. На открытии в показательном матче школьники играли с ветеранами крыльев. И выиграли со счетом 7-4. 16-летняя Полина, единственная девочка на поле, забила два гола. Мне кажется, они нам подавались. Но во втором тайме, когда мы начали играть жестко с ними, они уже начали показывать свое мастерство. Обороты у нас раньше были очень маленькие. У нас в поле было щебенка, мы играли на щебени. Сейчас мы играем на натуралке. Можно в любую обувь приходить играть. И это отлично. И все есть у нас теперь для комфортного развития футбола. После матча ветераны крыльев Равиль Аряпов, Сергей Марушка и Антон Бобер подарили школе мяч с автографами и билеты на ближайшую игру с «Зенитом». Это же выставочный матч. Матч – это эмоции. Это, в первую очередь, делается для популяризации футбола. А это делается для учащихся, для родителей, для детей, которые должны полюбить футбол. Они его любят и, надеюсь, будут приходить в секции и заниматься футболом. Спортивная площадка построена на средствах федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – нацпроекта «Демография». В церемонии ее открытия приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, руководитель департамента образования Елена Чернега, руководитель железнодорожного района Вадим Тюнин. Когда мы говорим о реализации национальных проектов, таких как «Спорт. Норма жизни», это все не слова. Это все открытия, в том числе, таких подобных площадок. Эти площадки по распоряжению губернатора Дмитриевича Азарова делаются полностью за счет средств бюджета Самарской области. Новая спортивная площадка стала 23-й по счету, открытой в этом году в Самарской области. В 2018-м было построено 20. Они предусмотрены двух типов – с хоккейными бортами и сеткой 3D. В покрытии искусственных газон имеется вечернее освещение и спортивное оборудование. Площадкой для игры можно будет пользоваться и летом, и зимой. Теперь любой житель поселка Шмидта, вне зависимости от возраста, может прийти и поиграть в футбол. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, События. Они знают, как сохранить сердце здоровым. В Самаре прошла 8-я Всероссийская и Международная конференция кардиологов. Ведущие эксперты отрасли обсудили противоречия современной кардиологии, спорные и нерешенные вопросы. Елена Малютина знает, увеличилось ли число заболеваний сердечно-сосудистой системы. Неотложная кардиология, лечение нарушений ритма сердцебиения и профилактика внезапной смерти, генетические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний. И это далеко не весь перечень тем, которые обсудили ведущие кардиологи разных стран на конференции. Сейчас эксперты отрасли отмечают снижение сердечно-сосудистых заболеваний. Количество заболеваний, к счастью, оно не растет, растет выявляемость заболеваний, а смертность сердечно-сосудистых заболеваний снижается. И это именно связано с тем, что мы активно внедряем в практику все самые современные, это с одной стороны, а с другой стороны мы пропагандируем обучение наших пациентов. Кардиологи и врачи других специализаций со всей страны, а также Голландии, Германии, Польши, Сербии, Беларуси, Израиля съехали с Самару обсудить противоречия современной кардиологии, спорные и нерешенные вопросы. Здесь в течение двух дней прошло около 50 научных симпозиумов. У нас специалистов есть чему поучиться, но это не значит, что мы должны встать, мы должны двигаться постоянно вперед и учитывать опыт и те достижения, которые есть и у других коллег. Хотелось в ближайшее время этот вопрос, чтобы коллеги по профилю сердечно-сосудистых хирургий смогли провести пересадку сердца. Если это будет, то это будет мощным ремком движения нашей Самарской области вперед. Особое внимание на конференции уделили молодым специалистам, а также студентам медицинских вузов. Для них провели отдельные заседания. Особенно важно, вот в этой конференции есть отдельная секция для молодых ученых, где они собственные разработки презентуют на английском языке, идет обсуждение. Это еще более важный момент, это возможность интеграции, возможность освещения своих разработок и обсуждение уже на уровне таком, знаете, не только молодом, но и уже состоявшихся ученых. Сохранить и улучшить жизнь пациентов помогает обмен опытом. Именно здесь ведущие эксперты страны и мира разрабатывают эффективные инновационные методы лечения. Елена Малютина, Сергей Баскин. События. Возьми друга из приюта. 50 собак и 100 кошек искали себе любящего хозяина. 12 октября в экспо «Волга» прошла выставка «Друг человека». Каждый мог уйти домой с питомцем и подарками. Подробнее в репортаже Лены Нижегородцевой. С самого утра кошки и собаки из пяти самарских приютов ждали своего шанса. Почти у каждого из них грустная история. Кого-то в приют принесли истекающего кровью, кого-то пытались отравить, кого-то просто бросили на улицу. Веня – это собака, которую щенком сбросили в яму, засыпали землей вместе со своими сестрами и братьями и оставили в лесу. И девушка их случайно нашла в лесу ночью. Потому что слышала там писки какие-то, визги. Ну, некоторые щенки были уже в критическом состоянии, двух вот нам не удалось спасти. А трое выжили, и вот Веня самый крепкий, такой смелый из них, самый красивый. Приюты для животных оказывают профессиональную медицинскую и психологическую помощь. Все спасенные питомцы проходят ветеринарный контроль, получают паспорта и прививки. На благо животных трудятся волонтеры. Каждый старается внести посильный вклад. Несмотря на сложную судьбу, животные остаются ласковыми и нуждаются в любящем хозяине. Для того, чтобы взять пушистого друга из приюта, нужно заполнить договор. По его условиям можно вернуть питомца обратно в любой момент. Животное не должно снова оказаться в беде. Малышку на улице нашли вместе с другими ребятами, мальчишками. Остальных разобрали, она одна осталась, поэтому мы ее решили забрать себе. Кто поможет бездомным, кто их приютит, кто им даст любовь в приют. У нас другая кошка тоже приютская. Сейчас самый ласковый ребенок на свете. При поддержке главы Октябрьского района второй раз за год Экспо-Волга проводит выставку «Друг человек». В прошлый раз четыре сотрудника городской администрации увезли домой собак. В том числе и Марина Кришталь. Когда мы приехали, для того, чтобы посмотреть маленьких собак, нам нужно было вывезти взрослую собаку из вольера. Вдруг эта собака упала на четыре лапы, начала ползти, подползла к супругу, легла около ног. Муж сказал, ну все, мы собаку выбрали. На выставке «Друг человека» любой желающий мог забрать кошку или собаку. Только за первый час из 150 животных, благодаря неравнодушным людям, 13 питомцев обрели свой новый дом. В пункт сбора помощи можно было принести или забрать корм, наполнитель, лекарства. Зооэксперты выставки рассказали об уходе за пушистыми друзьями. А каждого, кто решил дать животному еще один шанс на счастье, спонсоры награждали подарками. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, События. А теперь коротко о других тем огня. В Самаре полицейские волонтеры разыскивают женщину с ребенком. 29-летняя Алена Куклис и 2-летний Мирослав Куклис пропали еще 7 октября. До сих пор о них ничего не известно. Приметы ребенка. Рост 110 сантиметров, полного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Мальчик был одет в голубую куртку с капюшоном и синие штаны. Приметы женщины. Рост 170 сантиметров, полного телосложения, волосы черные, прямые, глаза карие. Была одета в темную куртку с капюшоном и темные штаны. Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших, звонить в полицию. В Самаре трамваи, курсирующие по улице Ташкентской, вернули на маршруты раньше обещанного времени. Они пошли по прежнему маршруту с 16 часов 13 октября. Напомним, в городе на два дня изменили маршрут движения трамваев номер 25, 24 и 22. Это было связано с работами по демонтажу железнобетонной плиты и устройству въезда на объекте организация поворота трамваев с улицы Ташкентской в сторону стадиона Самара-Арена со стороны 15 микрорайона. Выполнять работы планировали до 5 утра 14 октября, но рабочие справились раньше. В Самарской области единовременную материальную помощь получат те, кто пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Выплату в 3 тысячи рублей приурочили к 70-летию со дня испытаний первой атомной бомбы на Семипалатинском полигоне и 65-летию со дня проведения на Тотском полигоне войсковых учений с применением ядерного оружия. Деньги перечислят на счет получателя в банке или, по желанию, он может получить выплату в почтовом отделении. Если получатель не найдет своих данных в списках, он может обратиться в районное управление социальной защиты населения. В Самаре ночью неизвестный мужчина разбил стеклопакет окна в аптеке на улице Дыбенко, а затем забрался внутрь и начал все крушить. На место происшествия прибыли полицейские и медики. По словам очевидцев, прибыли также психиатры, поскольку дебошир вел себя крайне неадекватно. А для того, чтобы обездвижить мужчину, сотрудникам правоохранительных органов пришлось обмотать его скотчем. Обстоятельства инцидента выясняются. Время высокой моды. На один вечер сцена театра оперы и балета превратилась в подиум. В Самаре прошел финал поволжских сезонов историка моды Александра Васильева. Что в тренде, узнала Мария Левина. Поволжские сезоны – это всегда ярко и красочно. В них принимают участие как конкурсанты, так и уже состоявшиеся дизайнеры. Внимание на сцене обращается абсолютно на каждую деталь. На сам костюм, обувь, аксессуары и даже на выражение лица модели. Из 50 эскизов профессиональной жюри во главе с историком модой Александром Васильевым выбрали 25 лучших, авторы которых прошли в финал. Однако радоваться было рано, признается Ольга Агапова, одна из финалисток. Задача была не просто представить коллекции на показе, но и сделать это креативно. По мнению зрителей, коллекция Ольги Агаповой – самая женственная из всех представленных. Автор рассказывает, вдохновилась историей Алисы в стране чудес и японской культуры. Ее платья будто олицетворяют тепло, цветение и легкость. Все наряды дизайнер создавала весной вместе со своими моделями в театре мод, который сама организовала чуть больше года назад. До этого работала простым учителем технологии. У них есть свои идеи, к которым я прислушиваюсь, и они бывают вполне успешными. Представлять на подиуме дело своих рук – ответственно, рассказывают студентки театра мод. Модели модельера девушки называют единым целым. Нужно не только создать что-то прекрасное, но и уметь это подать. Совершенно разные на самом деле эмоции, то есть две совершенно разные стези – это выступление, то есть чувствуешь себя артистом, вроде как бы за кулисами и на сцене работаешь. Павурские сезоны объединяют дизайнеров со всей России. На подиуме представлен не только стиль для взрослых, но и для самых маленьких. Вне конкурсной программы свои работы показали дизайнеры из Москвы и Китая. В этом году для конкурсантов подготовили необычный приз. Впервые за все 19 сезонов победитель получит возможность пройти стажировку на меховом производстве в Европе. Мария Левина, Константин Головин, События. Мини-ролик о 12 фильмах, снятых телеканалом «Самара ГИС» для проекта «Самара Многонациональная», был представлен на открытии конференции, посвященной работе этнических организаций. Видео о жизни этносов в городе на Волге попало в рейтинг 100 лучших фильмов на конкурсе «Смиротворец». Более сотни участников этнических организаций – башкиры, татары, паворские немцы и представители других национальностей – обсудили итоги работы своих культурных центров за 2019 год. Ежегодно этноцентрами проводятся совместные проекты со студентами и волонтерами самарских вузов и колледжей, этнографические квесты, уроки мужества, посадка деревьев и спортивные стафеты. «Самара» за это лето показала свой многонациональный колорит и на городских праздниках. Например, татарский сабантуй в парке Гагарина или башкирский праздник ИИН в Струковском саду. «Я настолько горда и настолько, я считаю, какой-то вклад в жизнь сделала для того, чтобы наша самара многонациональная, она была действительно узнана всем миром, а не только Самарой и Россией». «Задача – привлечь наибольшее количество людей, чтобы они имели возможность погрузиться в мир национальной культуры. Ведь чем больше информации о тех, кто проживает рядом с тобой, чем лучше ты знаешь их культуру, их мир, их традиции, тем лучше ты узнаешь своих соседей, тем более культурным становишься ты сам». «Скорость, натиск, интуиция». В Самаре прошло городское первенство по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. С нашим корреспондентом спортсмены поделились секретами своего профессионального успеха. «Теннисисту Ивана Романенко скоро предстоят жесткие и напряженные соревнования на Евро Топ-14. В Бельгии в городе Льеш сойдутся 14 сильнейших спортсменов-подростков. А сейчас Иван играет на городском первенстве по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. Папа мальчика Олег Романенко говорит, сын начал играть в 6 лет и видит себя в профессиональном спорте. «За эмоции, за остроту игры, за технику, быстроту. Все вместе». «Шансы я оцениваю. В тройку могу попасть. Ну и мне тут почти все по силам игроки». В финале первенства состязали 75 спортсменов. Организаторы говорят, на соревновании собрались сильнейшие и многим из них, возможно, светит яркая профессиональная карьера. «Уровень подготовки очень высокий. Идет интересная бескомпромиссная борьба. И очень сложно даже предсказать итог этих соревнований». «Нужно главное – это упорство, продумывать ходы и настроенность, готовность к матчу, чтобы ты всегда был готов к проигрышу и к выигрышу». Лучшие сразятся во всероссийском турнире. Игры пройдут в Оренбурге и Чебоксарах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. В Самарской области прошли открытые соревнования по авиамодельному спорту в классах свободно летающих моделей. Главный приз – переходящий кубок Журавкова. Участники показывали настоящий мастер-класс по авиамоделированию. Ловил попутный ветер и Никита Борисов. «Юным авиамоделистам повезло с тем, что сегодня сильные порывы ветра. Они помогут держать их самолеты в воздухе и приблизить заветную победу». Андрей Русяев занимается авиамоделированием уже шесть лет. Рассказывает, любит делать все своими руками. На соревнованиях в Самарской области уже несколько раз занимал третье место. Сегодня настрой только на победу. «Модель есть. Собрал, все посмотрел и пошел на соревнования. Поехал. Планирую победить». У Ильи Лепатова соревнования не задались еще до начала. Его модель сломалась, и он пытается устранить неповадки. «Случилось такое несчастье. У нас сгорел штекер. Я думаю подождать тамельщиков более высшего класса F1C. У них должны быть запасные детали». Порядка 50 школьников съехались со всей Самарской области на аэродром под Смышляевкой, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Ребята сами проектируют и конструируют авиационные модели различных классов, например, свободно летающие. При изготовлении модели ребятам приходится осваивать разные навыки, учиться работе с различными инструментами, постигать технологии сборки конструкций, запускать модели и выступать с ними на соревнованиях. Сначала строят картонные модели. Затем по ним изготавливают деревянные или из современных материалов – стеклопластика, углепластика, кевелара. В итоге размах крыльев некоторых моделей достигает двух метров. «Для этого надо тренироваться, тренироваться, тренироваться. Или как мы говорим, летать, летать, летать. Это не значит, что мы сами летаем. Мы модель запускаем, но мы говорим, что мы летаем, я летаю». Открытые соревнования Самарской области по авиамодельному спорту в классах свободно летающих моделей проходят ежегодно. На них участники выполняют нормативы и получают спортивные разряды, которые дают возможность выступать на всероссийском и международном уровнях. Никита Борисов, Константин Головин. События. Спорт как диалог со своими коллегами. В Самаре прошла спортакиада муниципальных служащих. В соревнованиях участвовали сотрудники администрации Самары и районов и городской думы. За состязанием наблюдал наш корреспондент. Спортивный азарт и общение с коллегами. Геннадий Шейкин – сотрудник администрации промышленного района. В прошлом профессиональный спортсмен. Получил разряд кандидатов в мастера спорта по многоборью. В настольный теннис тоже играет много лет, но как любитель. На этот раз решил попробовать свои силы в спортакиаде муниципальных служащих. Спорт всегда важен для человека. Здоровье, азарт, общение с коллективом. В спортакиаде состязалось 12 команд. Сотрудники городской и районных администраций Самары и городской думы. В перечне дисциплин, шахматы, дартс, волейбол, плавание. Несмотря на то, что многие участники соревнований – непрофессиональные спортсмены, их азарт был нешуточным. Мы болеем за свой район. Мы должны победить. И спорт – это жизнь. Участием, общением. То есть я, например, с коллегами познакомилась. Очень было приятно пообщаться. На спортакиаде присутствовали и первые лица города. Они уверены – спорт помогает в повседневной работе. Но уже все победили, потому что мы вышли на спортивные площадки. Мы начинаем приобщаться, возвращать приобщаться к спорту. А это, будем говорить, здоровье нации. Оно важно тем, что показывает, какое большое количество людей, работающих в администрации, работающих в городской администрации, в администрации внутригородских районов, в Думе, увлечены спортом, разделяют нашу страсть, нашу любовь к этому виду и, соответственно, к здоровому образу жизни тоже. И я думаю, для достижения производственных задач, производственных целей, которые ставятся на рабочем месте, они будут после таких спортакиад, участия, тренировок, выполняться гораздо быстрее, объем некачественнее. Первое место заняла команда администрации города. Второе и третье – администрации Кировского и промышленного районов соответственно. Победители спортакиада получили медали и кубки. Никита Борисов, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. Хлебосольная встреча. В Самаре открылась вкусная выставка, на которой посетители знакомят с гастрономическими традициями народности области. Заодно можно узнать и рецепты самых вкусных национальных блюд. Некоторые из них присмотрел и наш корреспондент. Пуря, тюрик, истыба, яшка. Эти блюда испокон веков готовили народы, которые живут на территории нашей области. В музее Алабина открыли выставку «Хлебосольная встреча». Она рассказывает о гастрономическом разнообразии самарских этносов. На этом столе, например, показан праздничный стол, на котором собраны блюда разных народностей, в том числе мордвы. Из Чувашского здесь представлены блины по челксеть. Они считаются у мордвы также праздничным блюдом. И они отличаются от других народных блинов тем, что они очень толстые. В них добавляли картофель. Показать схожесть и различие традиций гостеприимства и гастрономических традиций различных народов, которые проживают на территории нашей области. Посетители говорят, создателям выставки вполне удалось показать, как соприкасаются разные культуры. А некоторые из них даже записали для себя рецепты, представленные на выставке. Наша территория Самарской области, она находится на стыке двух культур. Оседлый и кочевой, конечно, здесь достаточно много интересных традиций. А вот сейчас вот с одной стороны Чувашский закрытый пирог, очень из простых совсем мука, дрожжи, яйца и мясо с картошкой. Похоже очень на обычный курник, но в то же время хочется попробовать, наверное, что-то там особенно интересненькое. Я рецепт запомнила. Приобщиться к гастрономическому разнообразию можно будет до 1 декабря. Мария Левина, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарагис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я Александр Ломая с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...